Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие ученики, сегодня мы начинаем с вами цикл уроков по синтаксису арабского языка. Это длинный термин из трёх слов. В арабском языке обозначается легко и просто коротким словом «Ан-наху». Давайте немного разберёмся, что означает слово «Ан-наху» в арабском языке. У слова «Ан-наху» в арабском языке есть несколько значений. Мы приводим шесть из них, но прошу заметить, что это не все значения, есть и другие. Мы привели эти слова просто в качестве примера. Итак, «Ан-наху» в арабском языке означает «намерение» по-арабски «касд». Также это слово означает «путь» по-арабски «тариқ». Есть также значение «сторона» – «джига». Есть значение «подобие» – «мифль». Значение «объём» – «мигдар». И ещё одно значение «вид» – «нео». Но случилось же такое, что какое-то из этих значений явилось причиной названия синтаксиса «Ан-наху». В чём кроется причина? На этот вопрос отвечают по-разному. Есть несколько версий, объясняющих, почему «Ан-наху» стало названием синтаксиса арабского языка. Одна из версий гласит, что когда арабский язык стал широко распространяться за пределами аравийского полуострова, стал вопрос систематизации грамматики арабского языка. И этим вопросом занялся один из таких учёных, как Абуль Асвад Аду Али. Он расписал первые правила грамматики арабского языка и показал их праведеному халифу Али ибн Абу Талибу. Когда Али ибн Абу Талиб увидел труд Абуль Асвад Аду Али, он произнёс вот эту фразу «Ма ахсана хадан-нахуа», что переводится на русский как «Как хорошо это намерение». Мы говорили вам, что одним из смыслов слова «наху» является намерение. Говорят, что эта фраза Али стала причиной того, что синтаксис назвали словом «аннаху». Но это одна из версий. Есть вторая версия, что «аннаху» назван «наху» потому, что он указывает путь к арабскому языку. Только что мы сказали «аннаху» имеет также значение «путь». Возможно, по этой причине эту науку назвали словом «аннаху». Также одна из версий. Есть также версия, что человек, знающий «аннаху», то есть грамматику, будет говорить по подобию арабов. Подобно арабам, иначе говоря, как носитель языка. И, возможно, поэтому слово «аннаху», что переводится как «подобие», стало названием синтаксиса. Как бы там ни было, все эти версии имеют право на существование, а какую из них считать более близкой к истине – это ваш выбор. Как бы там ни было, для вас важно знать, что «аннаху» – это синтаксис, и мы будем его изучать в последующих наших уроках. Ассаламу алейкум и рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok